Радикальная группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Имена троих террористов полиции известны, но их пока не разглашают. Город приходит в себя после атаки, которая унесла 7 жизней. На месте событий находится наш САПКОР Оксана Кундеренко. Она расскажет все подробности. Оцепление не снимают до сих пор, но постепенно район Лондон-Бридж и Боро-Маркет возвращается к нормальной обыденной жизни. Мост, где фургон таранил прохожих, открыли для пешеходов и машин. А сотрудников соседних офисов постепенно стали пускать на работу за линию заграждения. Открываются соседние станции метро, кафе и рестораны. Рядом вырастают горы цветов и записок в память о погибших. Появляется все больше истории о героизме простых прохожих, которые отбивались от нападавших. Лондонцы также впускали людей к себе в пекарни, магазины и потом закрывали двери, чтобы преступники не ворвались внутрь. Увы, четверо полицейских получили ранения, двое в больницах в тяжелом состоянии. Один из них был не на службе, без формы и снаряжения, но вступился за граждан и получил ножевые ранения. Имена погибших только начинают называть. Среди жертв, кроме британцев, есть граждане Канады и Франции. Раненые австралийцы, новозеландцы, испанцы. 18 человек до сих пор в критическом состоянии. Даниэль едва успел выйти из паба. К огнему подбежал человек с ножом, посмотрел в лицо и закричал, это за мою семью, это за ислам. И нанес несколько ударов. Только чудом мой сын выжил. Тем временем на востоке Лондона, где жили подозреваемые новые рейды и аресты, обыскали дом одного из террористов. Оказывается, парень был известен полицией и даже засветился в документальном фильме «Джихадист за углом», когда с флагом ИГИЛ читал в парке проповедь. Его выгнали из местной мечети и доложили в органы по борьбе с терроризмом. Без ответа. Я помню, как он всегда говорил об исламе, а потом однажды подошел к детям на футбольной площадке и тоже завел этот разговор. Поучал, что вы должны быть спасены. Спасены от этого мира. Трое нападавших готовили атаку посредством соцсетей. И теперь после очередного заседания Комитета Кобра правительство просит крупные IT-корпорации содействовать в борьбе с терроризмом. Если мы будем сотрудничать со всеми правительствами мира и регулировать киберпространство, то сможем избежать распространения экстремизма и не позволим террористам готовить нападения онлайн. Тема безопасности уступила Брекзиту и стала центральной во время предвыборной кампании. В четверг в королевстве пройдут парламентские выборы. Оппозиция уже сейчас требует отставки Мэй, так как она во время пребывания на посту министра внутренних дел существенно сократила штат полиции. Я так сильно вас люблю, что вся любовь, которая здесь сейчас, сделает мир безопасным. Нам это нужно. А это уже Манчестер, где вчера певица Ариана Гранда и другие звезды дали огромный благотворительный концерт. Десятки тысяч людей купили билеты, вся выручка от которых предназначена жертва манчестерской атаки. В горе страна сумела объединиться и выстоять после серий терактов. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.